Ребята, покажут, чем сегодня занимались. У нас сегодня по плану всё про буквы и наука. И начинаем мы всегда с библейской истории. Сейчас читаем неописуемого. Сегодня у нас была 26-я история. Сияй, про Луну и Солнце. Что на самом деле лунного света не существует. В действительности Луна абсолютно не способна излучать свет. Лишь находясь в правильном расположении, она отражает солнечные лучи. Солнце её подсвечивает, Луну. И здесь такая мысль о том, что мы, люди, можем быть подсвечены Богом, Его светом и отражать Его. Делая хорошие дела окружающим нас людям. Изучая Слово Божье, молясь, Бог нас научит, как это сделать. Молитва небольшая, удивительные факты. О первом человеке на Луне. Люблю я эту неописуемую. Каждый раз вам говорю, но действительно очень мне нравится. Дальше. Вчера в обзоре показывала этот набор с наклейками и загадками. Сегодня Василиса выбрала из шести джунглей. У нас есть от также мозаики Китс вот такая вот книжка-панорамка. Это одна история, как оказалось. И здесь те самые животные, которые вот здесь в загадках. И вот мы сегодня открыли эту книжечку. И я Василисе, не показывая страничку, не показывая наклеечки, она ничего не видела. Я ей читаю загадку, если она угадывает. Вот Ягуара она угадала, приклеила. Этого она не угадала, поэтому не приклеила. Обезьянку угадала, приклеила наклеечки. Не угадала, не приклеила наклеечки. Я ей тоже вырезала, чтобы она других героев не видела. И этого товарища тоже не угадала. Поэтому у нее задание поизучать вот эту книжку-панорамку, потому что здесь все есть герои из загадок и наклеек. Вот. И понять, кого же она все-таки не угадала. В следующий раз я ей снова буду читать. И посмотрим, угадает она или не угадает. В общем, ей такое вот задание. Но главное, что я ей не показываю ни надписи, ни картинку. Иначе сразу угадает, смысла в этом нет. Вот. Так что учится разгадывать загадки. Нестабильная ситуация. С этим вчера уже говорила. Когда-то прям хорошо отгадывает, когда-то не может понять. Поэтому мы вот таким вот игровым способом будем это дело тренировать. Панорамки у нас 4 штуки. Вот. Не на все есть книжечки, но ничего страшного. На 4 из 6 есть. Вот эти вот с наклейками. Вот. Дальше. Читаем по слогам. Василисочка читала сегодня вот эту историю. Черный-розовый, черный-голубой. Что больше подходит под картинку. Придумала свою историю. Вот. Нравится мне этот тренажер. Ей тоже. Но не каждую неделю мы его читаем. Чередуем с другими книжками. Показывала вам. Так. А вот Ирина Мальцева сделала сегодня эту страничку. Здесь все как всегда. Но мне нравится отработка. Здесь буквы, слов, задания. Первое в середине, последнее. И к какой там группе относятся. Кустарники, комнатные растения, садовые цветы. Нужно было ввести. Также первая буква в середине и последняя. Глазастое чтение. Я что-то сегодня она, не знаю, всего лишь запомнила одно. То есть она читает эти вот слова в столбик или в строчку. С этой, с левой стороны вслух. С правой стороны про себя читает. Потом закрывает. И какие не повторялись. Здесь она вспомнила только одни. Вот. Остальное не вспомнила. Ну, ничего страшного. До этого она лучше выполняла задание. Может, сегодня немножко рассеянное было. Не знаю. Но, в принципе, мне нравится это пособие. На память, на внимательность тренировка. Запутанные картинки. Коррекция оптической дисграфии. Я для профилактики. Нет у нее с этим проблем. Но для профилактики делает. Находила фрукты. Зачеркивала. Читала. Находила. Зачеркивала. Так, дальше. Филворды. Делала. Сегодня важные профессии. Нужно было в каждой строчке найти. Не было подсказок, какие слова нужно искать. Сделала. Выполнила. Молодец. Закончили. Этот кроссворд. Мы покупали целый набор их от буквы Лэнда. Вот, по-моему, второй мы уже заканчиваем из этого набора. Все, я не ошибаюсь. А может, третий. Чтобы не свистеть тут вам. По-моему, второй, да. Вот сегодня делала. Щ. Твердый знак. И мягкий знак. Я сегодня захотелось. Наглядь. Давай я дальше делаю тоже. Эй, ю, я. Очень лихо стала разгадывать кроссворды. Прям молодец. Хорошо у нее получается. Дальше. На зеркалине букв профилактика. Лучше скажу, что прям вот чем дальше мы проходим это пособие, чем реже, тем реже она зеркалит слова. Ой, буквы. Прям здорово. Прям слова пишет, когда сидит. И смотрю, думаю, прям все буковки в нужную сторону повернуты. Отдаю должное этому пособию. Круто. Паевская молодец. Порекомендовала. По ее рекомендации купила. Вот. Здесь нужно правильно было С. В какую сторону написать. Зачеркнуть неправильные. Прочитать текст. Зачеркнуть неправильные. Потом она мне его пересказывает. Ой. Она забыла здесь вписать. И я забыла. Ну, ничего. Впишет. Следующий раз будем заниматься. С этого начнем. Так, здесь найти С. Вписать С. Прочитать. И здесь С по стрелочкам. Так, дальше. Закончили тут активити. Альбом. Доделала она сегодня. Вот такого плана здесь задание. Соединить слова. Тут зачеркнуть слово курятник. Из оставшихся собрать яйцо. Здесь слово найти. Здесь найти слово. В общем, ответить на вопрос. Нравится мне этот активизм альбом. Как-то я их давно увидела в Акее. Понравились. Мы только на маркетплейсах. Он был дешевле. Заказали. Там целая серия. Но другие я не хочу. Вот прошли. Отлично. Классно. Супер. Другие покупать не буду. Нейрологопедическую пропись сделали. Так. Здесь она писала. Сделали на межполушарку. Тоже написала. Нашла слово. Расставила в правильном порядке. Здесь, в принципе, они стандартно идут. Дальше. А из «Почему ветер дует наука» сегодня читали. «Эй, в лесу доброе утро». У нас в прошлый раз началась весна. Вот теперь. И вот двигается. И вот тут проснулся в лесу. Кто пораньше, кто попозже. Вот. Что змеи. Бывают яйца откладывают. Бывают же вородящие. Тоже поговорили. В общем, почитали, поговорили. Отлично. И вот такой вот мир вокруг. Закончили сегодня активити. Мне понравилась эта активити. Но здесь нет абсолютно никакого баланса сложности. Потому что есть совсем простые. Есть вот сложные, как слова найти. Как-то нету здесь такого, что... Все сложные задания там на 5 лет, например. Тут какие-то задания на 2 года. Какие-то задания на 6 лет. В общем, ну, в принципе, у активити так часто. Но, повторюсь, мне пособие это понравилось. И Василиса выполняла тоже с удовольствием здесь задания. Вот такого вот плана. Хорошие, красивые иллюстрации от клевер. И я отсюда несколько страничек взяла нам для тематических занятий нужных. Прямо не подходят. Я их вырезала отсюда. Вот. А все остальное здесь делали. Вот. Если как бы будете брать, оно хорошее. Но должны понимать, что здесь это не для малышей. Потому что малыши не справятся со сложными заданиями. А не малыши справятся с легкими. С простыми. Вот такие вот у нас сегодня были занимашки. Всем хорошего дня. И всем пока-пока. Хороших занимашек. Спасибо. Спасибо.